в глубине души у каждого из нас есть свои страхи есть фобия разница только в том что одни борются с этим а другие нет а сегодняшний наш герой рашид помогает людям побороть их страхи например вот такие страшно правда меня зовут рашид мне 32 года по образованию я вообще художник я окончил алматинское художественное училище поэтому мое дело которым я сейчас занимаюсь никак ну не связано с тем на кого я учился увлекаясь этим хобби коллекционирование пауков с 9 лет уже коллекционировал тропические виды пауков за 9 лет всего лишь было в общем три укуса только птицвета за 9 лет может за 9 лет я накопил огромный опыт вот именно в поведении то есть ну не только содержал он садится и изучал их поведение мне всегда было интересно то есть вообще ну а не в целом вот это фауна интересную цель мероприятия то есть моих выставок это научить людей правильно вести себя и помочь людям избавиться от их страхов вообще с детства любовь к паукам у меня интерес к ним с детства был поэтому это просто детская мечта которую сбылась у нас в алмате был такой зоомагазин то впервые завезли на продажу такого птицееда и когда ребенком еще его увидела я все я загорелся и скорпионов ловил на чарлен мы помним уже на элитов и кого выезжал как-то вот это все меня и кусал это и мне как никогда не было какого-то книги то есть я находил что-то в них сюда прекрасное то есть чтобы просто понимали их плодовитость одна самка может до 1000 до 2000 яиц откладывать за раз то есть такой наземный птицеед это вот максима такая выживаемость в неволе у новорожденных то есть таких паучков где-то в среднем 80 процентов то есть но эти пауков для этих пауков это все тропически они основном надо все-таки за них микроклимат создавать то есть если что-то убежит что много многих и пугает что типа разведутся нет это невозможно это очень даже условия создать отец еда является долгожителя на это единственные виды пауков на земле живущих которые живут так долго шестого пауков на сегодняшний день является все-таки исчезаем видами сегодня привело к исчезновению прежде всего это вырубка лесов и акции большой вред все-таки вот такой фауне наносит сельское хозяйство вот из древесных видов это сама пели москембридж это очень нежный паук он прям такой знаете нежный 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 прям не даже древесный вид пауков живет на деревьях этот вид пауков и он очень легкий и когда он прикасается у него такие волосики его сейчас покажем сзади лучше подходить если это получится разглядеть обратите на нее такие очень волосики у этого паука они очень мягкие эти такие бархатные мягкие даже вот сейчас чувствуешь какие нежные нежные при хотите попробовать чувствуете какое оно ощущение такое мягкое нежное вообще да очень такой достаточно вот например самец которому осталось жить порядка двух месяцев он же скоро все в миру иной уйдет да все еды и ты обалдеть красавица вообще сам укус он не чувствительным больше чувствительно когда действует яд сам уже то есть укус у них давай-давай-давай-давай хочет даже слезать мне это нравится потому что я вижу что это приносит пользу то есть ценность здесь допустим мне нравится я когда вижу что я смог человеку помочь избавиться от страха я вижу его улыбку мне это на мне нравится те результаты которые я здесь добиваюсь мне это заставляет у нас мне это кайф как по мне это в кайф на самом деле я свободный да я свободный прежде человек ну чтобы стать свободным надо я думаю все таки вот здесь сначала самим собой разобраться это раз понять себя научиться понимать и слышать себя и быть знаете независимым от внешней среды то чтобы допустим быть полезным надо что-то уметь делать а чтобы уметь что-то делать надо что сделать научиться благодаря рашиду я тоже смогла побороться и страх и я поняла что страхи только в голове поэтому ничего не бойтесь и всегда что-то умеет